Знакомьтесь, техномобиль. Обычный, на первый взгляд, микроавтобус. В действительности уникальный передвижной образовательный комплекс. На нем авторы одноименного проекта посещают районы Ивановской области, прививают школьникам интерес к техническому творчеству. Ну представьте себе современный класс детского технического творчества, в котором находится лазерный резчик, находится 3D принтер, находится набор робототехники. И вот этот класс, современный технический, он расположен в машине. И эта машина ездит по районам нашей области. Очередную остановку техномобиль совершил в Фурманове. Ребята, которые до сих пор видели лазерный резчик, разве что на картинках, смогли самостоятельно поработать на современном устройстве. С помощью специальной программы создается эскиз, после чего лазер выжигает рисунок на листе фанеры. Первое, что мы с вами делаем, когда работаем уже на станке, смотрим периметр, по которому будет работать лазер. Лазерная головка описала периметр. Смотрим, что материал уложен верно и можем приступить к работе. Демонстрация возможностей резчика далеко не все, что приготовили авторы проекта для фурмановских школьников. Главная задача, конечно, заинтересовать как можно больше ребят, показать практически безграничные возможности графического дизайна, 3D-моделирования и даже робототехники. По каждому из трех направлений мастер-класс. Алексей знакомит своих учеников с графическим редактором Adobe Illustrator. Это одна из лучших профессиональных программ в своем сегменте. Пока ребята только знакомятся с инструментарием, постигают азы, создавая простые надписи и фигуры. Ну вот конкретно в этом уроке мы их учим делать просто бейджик. И на основе урока, казалось бы, простого такого бейджика мы освоим и создание фигур простейших, и работа с текстом, и вообще это общие какие-то представления о том, где, о работе с интерфейсом программы. Для обучения, уверяет педагог, нужны базовые навыки работы на компьютере. Стать профи за один час мастер-класса, конечно, не получится. Но вот заинтересоваться, понять основные принципы графического дизайна вполне возможно. Я не планирую как-то с этим жизнь связывать, но вот 3D-моделирование, то же самое, оно сейчас очень распространяется и внедряется в повседневную жизнь. То есть это скоро станет неотъемлемой частью. Я считаю, участие в этом проекте большой опыт для меня. В другом кабинете юноши также знакомятся с компьютерным моделированием, но уже не плоскостным, а объемным. Создание простейших 3D-фигур, врезка кубов в треугольник и наоборот – все это требует хорошего пространственного умышления. Многим детям, особенно маленьким, достаточно класс пятый, шестой, это дается сложно, потому что мышление еще просто со временем не развито. Данные программы как раз позволяют развить такое мышление, чтобы в голове гораздо лучше представлять, как устроены объекты, как они выглядят со всех сторон. 3D-моделирование – более чем перспективное направление. Умение создавать объемные эскизы деталей и механизмов высоко ценится на рынке. Найти работу можно во многих отраслях – от автомобилестроения до киноиндустрии. Я сюда пришел за получением новой информации о компьютерах, о 3D-моделировании. Я сам с профессией еще не совсем определился. Может, это мне поможет, может, это и станет моей профессией в будущем. Если подолгу смотреть в монитор не хочется, а тяга к техническому творчеству все же есть, то робототехника точно придется по душе. Кирилл учит ребят мастерить самоходные машины из конструктора «Лего». Правда, чтобы вдохнуть механизм жизни, придется основательно разобраться в роботостроении. Например, вот этот робот, он у нас, скажем так, хватает данные детали с двух сторон. Есть роботы, которые никогда не врезаются. И, соответственно, аллигатора, которого нужно покормить, который реагирует уже, значит, на движение, то есть внутри его рта. Зубастый аллигатор – лишь учебный образец, с помощью которого можно понять принципы робототехники. У роботов, во-первых, есть датчики, которые реагируют на те или иные действия. Допустим, датчики движения, датчики расстояния от предмета, которые работают на ультразвуке. И робот также еще отличается просто от конструктора тем, что написано под него программу. До восстания машин здесь, пожалуй, еще далеко. А вот скромные ралли – в порядке вещей. Запрограммированные роботы реагируют на посторонние предметы. При опасном сближении меняют траекторию, чтобы не врезаться. Аналогичную разработку в перспективе можно внедрить в автомобилестроение, чтобы снизить количество аварий. Такой подробный и увлекательный экскурс в мир технического творчества пройдут почти 500 школьников по всему региону. Воплотить затратный проект в жизнь помог фонд «Доброе дело». Участие района в этом проекте «Техномобиль» позволяет нашим школьникам в удобной для них заочной форме изучить и новые инновационные технологии, на очном практическом этапе познакомиться с уникальным технологическим оборудованием, поработать на нем и сделать свой продукт. Благодаря этому проекту ребята из муниципалитетов могут наравне с ивановцами осваивать техническое творчество, моделировать и конструировать. Если для одних дизайн и робототехника – это просто увлекательное хобби, для других – хорошее подспорье при выборе будущей профессии. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново, Фурмановский район.